Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 15 том, вопрос 3030. Как складывается жизнь тех, кто выражил? Не преследуют ли их темные силы? Ответ. За все надо платить. Темные силы всегда претендуют на то, над чем он уже трудился. Свидетельство. Зачитываю. В школе я училась хорошо и очень любила читать книги. Однажды бабушка мне сказала, что у ее мамы была Библия, и в ней были пророчества о будущем. Мне очень захотелось найти эту книгу, и я пересмотрела всю библиотеку, но так и не нашла ее. Наверное, с этого момента Бог увидел мое еще тогда неосознанное желание прочесть Библию и начал вести к его исполнению. В шестом-восьмых классах меня начали мучить вопросы о смысле жизни. Неужели я родилась для того, чтобы выучиться работать, выйти замуж, родить детей, состариться, умереть и чтобы меня съели черви? Мне казалось это абсурдом. Моя бабушка не хотела смириться с такими атеистическими учениями. В голове перед экзаменами складывались какие-то странные молитвы, типа «Помоги мне, Боже, сдать экзамены, а я, когда умру, буду твоей невестой». Только когда я стала посещать богослужения, то узнала, что душа – невеста Христова. А тогда я о Боге, кажется, совсем ничего не слышала. Все мои родственники были неверующими, некоторые даже коммунистами. Но в такие минуты почему-то казалось, что Бог есть и что Он обязательно поможет. Когда я училась с техниками, мы с девчонками все время хотели узнать о будущем. Гадали на картах, на блюдечке и тому и так далее. Прости меня, Господи. Я познакомилась с бабушкой, которая гадала людям на картах. Сначала она начала меня учить гаданию на картах, а потом, слава Богу, передумала. Она сказала, что мне гадать нельзя, потому что она ходит каяться в церковь и носит батюшкам варенье. Солонину и другое. А я не буду каяться, и мне будет грех. Она предложила мне лучше сходить в церковь и покреститься. В назначенный день мы пошли с ней в храм. Была зима, мне было 19 лет. Я заплатил за обряд крещения. Наверное, она была моей крестной. Обряд крещения мне показался каким-то диким. Мы ходили вокруг чана с водой, под ледяному полу с голыми ногами, и смотрели, как там плавают наши остриженные волосы. Храм был типа Покровского собора в городе Симипалатинский. Здесь я впервые услышала, что есть не только один бог, как я раньше думала, но еще какой-то отец, сын и святой дух, и еще Богородица. Но подробнее расспросить было некого, а к священнику подойти я боялась. Бабушка гадалка сплела мне, стоя на коленях и читая 40 молитв косичку из ниток, и сказала, чтобы я носил ее как оберег. После этого я с ней больше не встречалась. Но цепочку всегда носила на груди с крестиком. После одного смертельно опасного случая я купила иконы и молитвослов, и выучила некоторые молитвы. Во время беременности я начала молиться Богу и не стригла волосы, боялась плохих примет. Роды были у меня страшно тяжелые. Я была очень слаба, но испытывала необыкновенное чувство, как будто на меня с неба свалился мешок счастья и любви к ребенку. Мне казалось, что мне больше никто на земле не нужен. Моя мама всю жизнь увлекалась экстрасенсами, бабушками и гипнотизерами, и с раннего детства пыталась меня к ним приобщить. Я даже и не задумывалась, что это грех. В 1993-м было такое чувство, что времена последние, и надо что-то предпринять для спасения души. Я начала покупать разные книги и жития святых, нумерологию, как общаться с высшим разумом. Что можно искать Бога в Пахровском соборе, мне как-то в голову и не приходило. Однажды возле крытого рынка я увидела церковный киоск и стала задавать вопросы женщине, которая там торговала. Это была старая обрядка, пульхерия, и она направила нас в партизанскую, в их храм. Там побеседовали с их батюшкой Николой. Больше я к ним не пошла. Я пекла на кухне пирожки и слушала радио. Вдруг я услышала передачу «Терра инкогнито» с ведущим Павлом Лозовым. В ней выступал православный проповедник Игнатий Тихонович Лапкин. Он вдохновенно рассказывал о Боге, о вере, о Христе и приглашал на занятия по изучению Библии в Политехнический университет. Это был как раз день занятий. Я написала мужу записку, собрала дочь, ей тогда уже было 4 года, и мы пошли с ней на занятия. Это был переломный день моей жизни. Стоял март-апрель 1996 года. Приехав в институт, я зашла в аудиторию, в которой сидели женщины в платках и длинных юбках и мужчины с бородами. Я себя почувствовал немного неловко, но меня сразу обступили и стали доброжелательно беседовать со мной. Занятия произвели на меня сильное впечатление. Видно было, что проповедник Игнатий Тихонович Лапкин, ведущий занятия, хорошо знает Писание. Впервые в жизни я так понятно услышал о Христе, о замысле Божьем спасти людей. Можно было задать вопрос на бумаге и тут же получить на него ответ. Даже моя дочь Таня иногда отрывалась от рисования и слушала внимательно, пытаясь уразуметь, о чем речь. Помню, меня очень тронуло стихотворение Игнатия Тихоновича о расстреле. Даже мороз прошел по коже. На втором занятии я приобрела первую в моей жизни Библию. Через несколько занятий Игнатий Тихонович предложил всем желающим написать заявление на крещение в озере с тройным погружением в воду руками священника, в результате которого смываются все прежние грехи, и человек становится христианином. Я узнала, что мое прежнее крещение с мочением головы не было истинным, и с радостью написала заявление. Когда я подошла к Игнатию Тихоновичу с заявлением, он спросил, ношу ли я украшения, мужскую одежду, крашусь ли? Я ответил, да. Тогда он сказал, что это грех, и велел больше этого не делать. Мой внешний облик начал резко изменяться. Немного погодя, мне разрешили приходить на богослужения, которые проходили на квартире у одной доброй женщины Татьяны, так как своего храма у нас еще не было. Дочь моя, Танюша, уходила к самому алтарю и стояла там до самого конца службы. Я ее даже не видел по причине тесноты и многолюдства. Меня удивляло, откуда у четырехлетнего ребенка было столько терпения и желания молиться. Мне нравилось на службе и на занятиях, что меня окружают такие доброжелательные, ставшие мне вдруг такими родными люди. Священник, отец Иоаким Лапкин, был совсем не пузатым, как в Покровском соборе, с искренним выражением лица. К нему можно было запросто подойти под благословение и задать вопросы. Для меня это было все ново. Узнав окрестность смерти Христа за наши грехи, об воскресении из мертвых, я обрела смысл жизни. Разобрав мое заявление о крещении, мне дали в поручителю Олю Унагаеву. Она часто приезжала к нам домой, беседовала с нами, читала выдержки из Писания, отвечала на вопросы. Помню, как перед Пасхой на занятиях объявили о сборе крашеных яичек и куличей для заключенных в тюрьме. Это были мои первые уроки милосердия и любви к ближнему. В начале лета мы были приглашены с мужем в субботу, на день рождения старшей снохи. Когда я, немного поседев, сказала, что мне нужно идти по делам, свекровь встрепенулась и заголосила, я знаю, куда ты собралась, в церковь свою. Ой, пропала сноха, совсем с ума сошла. Что теперь семьей будет? Я поспешила удалиться. Когда я пришла с богослужения, то застала мужа в угрюмом состоянии. Он рассказал, что вступился за меня и сказал, что я могу уходить в церковь, если считаю это нужным для себя. Путь мать еще больше стала кричать. Началась ссора, и старший брат кинулся на моего мужа Диму и разбил ему нос, а Дима сломал ему ребро. Вот так восприняли родственники моего мужа мое обращение к Богу. Постепенно и муж мой стал недовольным относиться к моему хождению в храм на занятия. Близилось время крещения. Я купила белый ситец и начала шить кричальные сорочки себе и дочери. В это время я поняла, что жду второго ребенка. Узнав, что мы поедем в деревню креститься в озере, муж совсем перепугался и начал ставить мне условия. Выбирай, я или Бог. Но, видя мое непоколебимое желание, все же уступил и даже отвез нас на вокзал. На станцию с братьями и сестрами мы их приехали ночью. Здесь нас уже сдали грузовик и трактор. Детей посадили в кабину, а мы ехали в кузове и радостно пели песни о Христе. В лагерь нас разместили в домиках-палатках. Ночью не спалось от дум. На следующий день состоялся церковный приходской совет из десяти человек, на котором готовящимся к окрещению задавали разные вопросы и решали общим голосованием, кто готов креститься, а кто нет. Срок моей подготовки был весьма мал, и Савинец сомневался, разрешить мне принять крещение или нет. Но моя поручительница Оля Унагаева вступила за меня и сказала, что я жду ребенка и что меня нужно поддержать, так как у меня неверующий муж, который, может быть, больше никогда не отпустит креститься. Решили, как батюшка скажет, так к тому и быть. Свято-Амфимовский храм находился в расположенном рядом с лагерем поселки Потеряевка Мамонтского района. Здесь живут только верующие люди, которые занимаются разведением скота и выращиванием селиххозяйственных культур. У всех много детей. Вечером после службы была моя первая в жизни настоящая исповедь, и отец Яким допустил с дочерью до крещения. Начались радостные приготовления. На утро была пасмурная погода, и я боялась, что дочь Танюша во время крещения замерзнет и простудится. После службы мы пошли крестным ходом на озеро. На берегу стояла палатка для приодевания. Батюшка стоял в озере Попояс в ледяной воде и крестил, а мы подходили к нему по дощатому настилу и по очереди спустались по ступенькам в воду. У меня сохранилась фотография, где я стою босиком на этом настиле среди сестер и с надеждой взираю на небо, сойдет ли на меня Дух Святой. Моя поручительница Оля Унагаева согласилась стать крестной матерью для меня и Тани. Во время крещения Танюша испугалась и стала кричать. Леля приняла ее, вытерла и успокоила. Настала и моя очередь. Чувство было такое, что вот сейчас забрал бы нас Господь, омытых от грехов, в царстве свое. Какое бы это было счастье! Особенно запомнилась радость крещаемой бабушки Евдокии Кузьминовны, которая умерла года через два после этого. Как она осветила счастьем и умиротворением, выйдя из воды. Наконец взглянуло, выглянуло долгожданное солнце, и мы увидели, как вода окрасилась красный цвет от поднявшейся вверх красной глины со дна озера, как будто мы мы омылись в крови Христа. А потом мы стояли со свечами на берегу, и батюшка повесил нам на шею крестики. Вот теперь мы настоящие христиане. Несмотря на прохладную погоду, никто из кряхтившихся не простыл, даже моя слабое здоровье дочь и батюшка, который стоял долго в холодной воде. Мы воспели Аллилуйя Богу и вернулись в православный детский лагерь Стан, где нас разместили. Здесь был праздничный обед, а потом детей катали на лошадях. Я решила пожить с дочерью в лагере неделю. Здесь был совсем другой уклад жизни, чем дома. Все делалось строго по режиму, с молитвой и послушанием. Утро началось с умывания зарядки, молитвами правила. Дочь, моля, зарядку упорно делать не хотела. Тогда Игнатий Тихонов взял ее за руку и поставил рядом с собой. И она тут же забыла все свои капризы. Лагерь у нас в деревне трудовой, поэтому до обеда все трудятся на поле, огороде и кухне и тому подобное. А после обеда, в хорошую погоду, мы ходили купаться на озеро. Мальчики и девочки строго отдельно, по очереди с воспитателями. Отдыхали и ходили в гости в деревню. Дети играли, качались на качелях. В лагере с детьми проводят различные занятия, в том числе и по слову Божию. За поступки разработана продуманная система наказания. Наказывать может только начальник лагеря. Перед сном обязательная молитва, после отбоя, полная тишина. Так прошла неделя. В пятницу был костер, картошка, где мы пели песни о Боге. В субботу пришло время возвращаться домой. Мы ударили в колокол на прощание по десять раз, и Костя отвез нас в мотоцикле на станцию. Всю дорогу до дома в поезде мы вспоминали с крестной, пережитые впечатления. Танюшка спала. Дома меня ждал серьезное испытание. После чистой христианской жизни, как обухом по голове ударило. Мы жили на квартире за стенкой у хозяйки. Когда я вернулась, она вызвала на серьезный разговор и сказала, что поднимает нам квартплату сразу на сто рублей со ста пятидесяти до двухсот пятидесяти. За то, что муж в мое отсутствие пил, гулял, водил друзей и прочее. А потом ушел, оставив кран открытым. Ночью дали воду, и она лилась два дня и затопила весь потвол и пол. Увидев неладное, ходейка разбила окно и залезла в дом, чтобы выключить воду. От ее рассказов мне стало плохо и чуть не случился выкидыш. Когда муж вернулся, стал уговаривать сделать аборт, угрожал уйти к другой. Мои родители и свекрови тоже были против. Говорили, куда вам второго ребенка без своего угла? Я часто плакала, и когда пошла на обследование УЗИ, мне сказали, что головка плода сильно отстает по размеру от туловища. Перед службой в храме я подошла к отцу Якиму и со слезами его попросила помолиться о ребенке. Когда я пришла на следующий УЗИ, врачи были сильно удивлены, что у ребенка все в норме. Это снова было чудо Божие, милосердие к нам, грешникам. За период моей беременности было три поста, которые я все соблюдала. Петров, Успенский, Рождественский. Это я пишу для будущих мам, которые смущаются словами, что пост вреден для ребенка. Господь силен по вере в вашей покрыть все недостатки. Когда подошло время рожать, я позвонил старшей сестре общины Татьяне Кузьминочне в пять утра, в пять тридцать утра и сообщил ей об этом. Она обзвонила всех братьев и сестер и за меня молилась вся община. Меня перевели в предродовую палату. Здесь я расстраивал на тумочке свои конки и начала молиться. Дежурный врач, придя на обход, был сильно удивлен. Решил, что меня перевели сюда по ошибке. Но я сказал, что если он сомневается, то пусть проверит, что он и сделал. Все шло как положено. Я и сама была удивлена и обрадана. Ведь мне было с чем сравнивать. Первые роды проходили очень тяжело и болезненно. А сейчас вся община несла меня на крыльях молитвы и я совсем не чувствовала боли. К девяти утра пришла заведующая отделением и увидя меня в таком хорошем настроении, предложила опробовать новую английскую методику подготовка к родам под душем. Там я простоял еще два часа. Потом она проверила меня и сказала, что я еще не готова к родам. А по времени уже пора. Безводный период был восемь часов. Нужно делать родовызывающий укол, а то ребенок может задохнуться. А во мне вдруг такая уверенность проснулась, что все Господь устроит, что я от укола отказалась. Она мне говорит, ну смотри, через 20 минут не будешь готова, я все равно укол поставлю. я вернулся в предродовую палату, а там уже четверть женщин лежат. И все они в таком ужасном состоянии, кто кричит, кто стонет, кто в спинку кровати головой бьется. А одна так измучилась, что уснула. Я ее бужу говорю, вставай, а то ребенка проспишь. А она не могу, сил нет. Тут я думаю, как же без Бога-то людям плохо. И как же я счастлив, что меня Господь нашел, и что родные братья и сестры за меня молятся сейчас. Затем за мной пришла заведующая и повела на осмотр. Сильно удивилась, что все само так быстро получилось. И отправила меня в ротзал рожать. Рожала я на удивление легко, быстро и не было больно. И ребенка мне сразу приложили к груди. Я попросила взять ребенка с собой в палату, и мне разрешили. Благодарю Бога за милость ко мне грешной и всех молящих за меня. Через полгода мою младшую дочь Марию отец Аким покрестил тройным погружением в чане с водой в доме у Игнатия Тихоновича на Никитину 147. Ее крестной тоже стала Оля Унагаева. А еще через полгода у нас вообще не произошло самое радостное событие. У нас появился свой собственный храм, который назвали Крестово-Воздвиженским. Как же стало нам уютно и просторно теперь молиться. Во время богослужения все чинно, соблюдаются все каноны, звучит живая проповедь. Для детей есть воскресная школа, где с ним занимаются, рассказывают им о Боге, учат делать поделки, готовятся концерты к праздникам. Есть трапезная, где мы с дружной семьей собираемся на собрании после службы, занятия по Библии проводим, свадьбы, поминки, церковные праздники, встречаемся с гостями, дежурим по храму сами. Мне было очень приятно, что мой неверующий муж Дмитрий сам свалил железную печь для храма. Теперь возле нее так любят погреться наши бабушки и детишки. Прошу всех читающих помолиться об его обращении к Богу. В общине у нас есть сестричество, забота о больных, посещение домов престарелых. Братья проповедуют в городе. Проходят годы, наш крестовоздвиженский храм постепенно украшается. За последние три года наш наставник Игнатий Тихонович Лапкин написал и издал 22 книги. Так обильно благословил его Господь приготовить всем духовную пищу. А я, как мне кажется, топчусь в духовном развитии на одном и том же месте. Лень и суета поглощает нашу жизнь. Вот уже старшая дочь ей почти 14 лет перестала ходить в церковь. В том она еще кое-как молится, но уже совсем другие у нее интересы. Правда она пишет хорошие стихи о природе. Младшая дочь еще ходит со мной, интересуется занятиями, но что будет с ней одному Богу известно, ведь дюрной пример с родителем. Прости меня, Господи, что не умею правильно их воспитывать. Горько видеть, как отпадают от Бога, уходят в мир братья и сестры, которые оказались почти святыми и непогрешимыми. Сохрани нас, Господи, в руке Твоей и верни отпавших на путь покаяния. В нашей личной жизни тоже произошли перемены. Мы приобрели наконец с помощью родителей долгожданное жилье, половину старого шлаколитого дома, а то десять лет ходили по квартирам, сменили семь домов. Страшно не иметь своего угла. Но радость наша была недолгой. Оказалось, что за стенкой торгуют спиртом. Под оконами постоянно сидели пьяные компании. Было страшно выпустить детей во двор. Но думаю, здесь была рука Божия, так как мой муж Дима любил выпить, а вид этих опустивших людей мог его оттолкнуть от пьянства. Мы прожили в доме четыре года, и за это время от пьянства здесь умерло несколько человек. А я старалась многим из них говорить о Христе, особенно женщинам. И у них была возможность изменить свою жизнь, но они не сумели и не смогли. Бог им судья. Может быть по молитвам нашей общины торгующих спиртом с квартиры выгнали, и теперь у меня за стенкой живет моя лучшая подруга детства Наташа все случаи, как чудесно Бог отвечает на наши молитвы, даже казалось бы по мелочам, по великой своей милости к нам грешным. Прибегайте к молитве всегда и полагайтесь на волю Божию. В заключение хочу написать о милости Божией, происшедшей с нами в 2006 году, в день крещения Господня. В храме мы в этот день не были. Я забрала свою младшую дочь Машу со школы, и мы пошли домой. Нажали на кнопку светофора, загорелся зеленый свет, и машины притормозили. Мы дошли до середины дороги, когда я почувствовал внезапно сильный удар. Не было ни страшно, ни больно. Была лишь секундная потеря сознания. И вот я уже сижу на обочине, заботливо принесенная людьми. Оглядывая у себя и ребенка. Вроде бы сильных повреждений нет. Только у него порвана верхняя губа, а у меня нижняя и передний зуб выбит. Вот так ювелирно Господь попустил машине типа скорой помощи сокрушить зубы нечестивых. Первая мысль, которая пришла мне в голову. Слава тебе, Господи, как легко отделались. Шофер, сбивший нас, испугался больше, чем мы. Исправь, Господи, пути наши, а то скоро совсем есть нечем будет. Скоро влиться объединение РПЦ и РПЦЗ, к которой относится наша община. Страшно даже подумать, что принесет оно нам. Какое может быть соединение с нечестивыми? Сохранит ли Бог нашу общину и священника, и деревню, и православный лагерь? Или может быть мы будем катакомбными христианами? Только спаси нас, Господи, от отступления от Тебя и малодушия. Вот этот длинный рассказ о моей жизни я смогла написать благодаря тому, что по милости Божьей работаю теперь ночным сторожем в уютном месте. Я устроилась сюда, чтобы днем быть дома с детьми, отводить и забирать со школы. Здесь я могу читать душеполезные книги, слушать проповеди по магнитному магнитофону и одновременно шить, вязать, спокойно молиться. Политыкина Елена Валерьевна, девичья фамилия Байбородова, 68 25 82 Телефон, Еремия 48 26 Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Муав валяется в блевотине своей, и сам будет по смеяниям. Редактор субтитров Продолжение следует...